приветствую вас мои родные любимые христолюбчики все братцы и сестры во христе все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого лучшего любви и радости добра мира кротости смирения терпения в души ваши прежде всего в сердца в умы в тела здоровья вам прежде всего тоже также конечно в дома ваши в семьи ваши чтобы все у вас было мирно и согласно и любовно и добротно ну и естественно во все сферы вашей жизни работы какие-то успели не знаю хобби так дальше все было хорошо сегодня я часто говорю о том что ну кто особенно слушает мои чтения библейских текстов ветхого нового завета на канале христа люби блины и писания на которой я всех кто сейчас этот ролик смотрит и приглашаю этот ролик выложен на канале христолюк проповеди ли голоса пищу в пустыне у меня канал ли четыре канала разделенных есть беседы есть и моя жизнь и есть чтение библии иных писаний туда всех приглашаю и вот особенно там хотя и в таких про в простоте слова которые я тоже на этом канале проповеди выкладываю я говорю о том что попробуйте хоть раз в жизни прочитать каждое из евангелий марка матфея луки или иоанна забыв о том что вы знаете в других евангелиях вот представьте что вы древнее время время раннего христианства с книгопечатанием все сложно его просто не существует евангелие вообще как таковых в принципе вроде как как считается мы прекрасно знаем что иисус сам ничего не написал не позволял за собой стенографировать своим ученикам все исторические какие-то документы или вот информация которая нас доходит говорит о том что даже самое первое евангелие спредположить марка была сама ранее написаны то там может быть через восемь десять лет после распятия смерти воскресенье вознесения иисуса а то еще позже и все остались те же евангелие 4 синоптические которые до нас три синоптических 1 она богослова ну те так называются что они очень похожи хотя они все приблизительно имеют одну и ту же структуру и вот те которые до нас так скажем дошли в этих видах да вот попробуй и представьте что раньше не было возможности не читать их ничего то есть какой люди раньше получали информацию вот без этих вот евангелий о чем говорили апостола почитайте послание апостол павла разве он рассказывает о жизни учения иисуса нет почитайте любое другое послание иакова петра иоанна иуды послание к евреям неважно кто его написал разве мы что-то из них можем узнать о жизни учения иисуса христа вообще ничего павел проповедовал учения иисуса христа его жизнь рассказывал о примерах из его жизни чтобы мы поступали также павел произносил такую фразу фразу поступайте так как я подражайте мне как я христу павел уж в том что надо ли мне сегодня это говорить да ну ладно скажу павел не видел иисуса если видел будучи ребенком ваш мы прекрасно знаю с вами из книги я не апостол что описаны нами побиение камнями стефана дьякона стефана в седьмой главе книги деяния описано павел еще юноша которым даже не позволено быть было участвовать в этой казни побиение камнями он лишь сторожил вещи тех кто себя снял чтобы удобнее было бросать кирпичи в голову человека через сколько это лет мы не можем знать вообще библейские писания это редко где мы можем увидеть какую-то дату и понять более какой-то приблизительно какое конкретное время уж очевидно что если павлу не было скорее всего и 18 там а может быть и даже 30 я честно точно не знаю с какого времени можно было считался человек то скажем имеющим право вот такими вещами в израиле заниматься вот но мы видим что он как бы не имел на это право да ну максимум это 30 лет естественно а минимум скорее всего ну лет там 16 18 как классика жанр во всех народах и временах уже в таком возрасте и женились и замуж выходили да и сейчас в принципе такое возможно вот что проповедовал павел что проповедовали другие апостолы почитайте когда-нибудь вот и этом добрый мой совет вам от чистого любящего сердца попытайтесь прочитать любой евангелие желательно сесть и за раз его прочесть любой евангелие они читаются от двух до трех часов ну соответственно с величиной марка самая короткая 16 спокойным размеренным чтением причем вы же не слух читаете вы не напрягаете не устанет чего читаете же про себя это очень легко это несложно возьмите прочитайте его за раз или прослушайте сейчас есть аудиокниги ну это как вам удобнее я бы почитал бы то что где-то все-таки может быть остановитесь задумайтесь вот можете просто прочитать ну хотя бы на два раза разбейте ну пусть в один день с утра часик вечером часть ну как вас получится выходной какой-то день можно будет разбивать на кусочки но что у вас живая эмоция появилась чтобы вы увидели того иисуса это очень важно понять того иисуса какого пытается подать нам конкретный автор это не бог с небес писал евангелие не дух святой вселялся в руку евангелиста и начертал какие-то буквы мы с вами видим как они пишутся они пишутся по-разному мы видим несостыковки как это очень часто говорят да порой даже какие-то противоречия все-таки важно один или два человека был такое-то слово или такое-то иисус сказал мы видим что понятно и кто этими вопросами задумывался это конечно никакие несостыковки да мы не помним чего вчера толком то произошло спроси как вы через год сколько там какой-то была допустим ссора в семье кто-то кого-то ударил 20 человек дрались на улице ты спроси кто из них во что был отец сколько их было вы 20 всяко опросите они все абсолютно разное расскажут они что специально врут нет они реально не помнят они приблизительно какие-то моменты которые их впечатлили это очень важно понять кто знает я сам христианин я сам называю себя христианин я проповедую жизнь и учения иисуса христа но при этом я не фанатик в каждом евангелии я прекрасно понимаю что это нереальный иисус это тот иисус которого нарисовал мне автор он что-то забыл что-то воспринял по-своему да в евангелии кто знает об этом я тоже постоянно говорю безусловно авторы не пытались кстати дать какой-то критерий оценку делам поступкам иисуса это очень важно евангелие вот послание почему я вам всегда говорю слушайте как вы можете все в одну кучу мешать библию сшили ветхое снова что иисус через притчу явно запретил старость новым и назвали и словом божиим какой бред евангелие до новый завет от фетхого это земля и небо это противоположные вещи мы сегодня об этом коснемся вам сказано ненавидь врага а я говорю люби он не дополняет ветхий завет он его не исполняет закон этот он дает противоположное учение как вы могли сшить тьма со светом она какое имеет отношение не пойму как они в одном стакане умещаются я чё-то не может я чё-то не понимаю ненавидь а я говорю любить мне говорят это дополнение я вы что у вас вы совсем ума лишились уже вам настолько прополоскали мозги что вы не способны к анализу бреда лжи и истины правды и здравого смысла ненавидит и любите то противоположная вещь это не дополнение и это учение иисуса любить врагов ветхий заветота ненависть к врагу это не дополнение это противоположные вещи новый завет ну мало ли как апостола поняли как апостолы поняли учений иисуса как им открылась истина не нарушая их свободу, что Дух Святой им в них раскрывался в мире того, как они могли его вместить, нам открыто в деяниях книги, в посланиях этих апостолов. Те же самые пророки, не забывайте, даже та же самая книга Откровения очень важная, ее не Иисус написал. Человек получил это Откровение, еще и через ангелов опять. Это очень важно. Иисус бы что, сам не мог написать нам Откровение? Зачем Иисус дал ему, который повелел ему Бог? Ну, кто там, конечно, верит в отца, сына, там это понятно, может сказать, ой, да потом ему отец дал, и вот он передал через человека, слушайте. Ну, кто в это верит, я с такими людьми, мне нечего вам сказать. Я верю, что Бог един, что сын и отец одно, как Иисус и сказал. Он и есть Бог. Отец – символ невидимого существа Божьего начала, вот и все. Видим мы его в Иисусе, во плоти. И все дыханием в своем жизни, Духом Святым, энергии своей, все он поддерживает, все проницает и всячески во всем. Вот во что я верю. Конечно же, я понимаю, что Новый Завет, деяние, как это называют, апостол, деяние и послание – это отдельно. Я могу посмотреть, как жила раннехристианская церковь, как люди, такие же из плоти и из крови, как и я, а я, как и они, а они, как я, поняли учение Иисуса Христа, что они творили, а иногда и вытворяли, что учили и говорили, о чем молчали. Мы с вами живущие люди, в частности, сегодня у меня 22 ноября 2019 года. Мы с вами имеем на руках четыре Евангелия. Кто читал апокрифы, да, их больше, кто знает, но там действительно такая чушь написана. Может быть, до нас не дошли еще хорошие Евангелия, я не знаю. Но единственное, я согласен с теми Евангелия, которые до нас дошли, кто читал апокрифы, на моем канале есть и апокрифы. Я говорю, можете обратиться и посмотреть. Там не надо сто пяди во лбу иметь, чтобы отличить ложь от истины. Бред от разума. Добро от зла. Конечно же, в Евангелиях мы видим того Иисуса, которого нам показывает автор. Это очень важно понять и когда-нибудь в своей жизни принять. Это никак вас не отвернет от христианства. Тем более, это никак вас не отвернет от истины, а еще больше к ней приблизит. Я много раз говорил, так в общем. Сегодня, знаете, конечно, я тоже не супер проповедь подготовил. Это надо тогда, как я всегда говорю, мне месяцами сидеть, чтобы одну проповедь записать. Я пару часов даже на то, что вы сейчас увидите, потратил около трех часов с утра труда своего, да, чтобы накидать по памяти, сформировать свои мысли. На вскидку, это далеко не глубокий и недоточный анализ всего во всем. Вот. И сегодня я хочу вам, как это говорил, просто накидать, вот может быть, когда вы будете читать. Ролик я назвал Иисус реальный и евангельский, и это разные вещи. И какой же он на самом деле. Не забывайте о том, что еще каждый из нас, этого Иисуса, даже из этого прочтенного, заметьте, видит разным. Иисус никогда не держал в руках меча, но я удивился, когда увидел кучу православных икон, что даже Иисус с мечом в руках. Хотите, Сиваль, ну здесь на экране не икона, я не стал, мне не понравились они сами по себе, эти православные иконы. Я вот такое изображение нашел, я его просто выбрал, мне оно больше нравится для значка канала, тем более более яркое. Вот. Но я видел именно иконы православные. Ну, православные, понятно, они фанатеют по патриотизму, по всему этому убийству на войне и так далее. Католики и так далее, да. Крестовые походы, всем все известно, да. Я удивился. То есть каждый видит, как хочет, да. И что хочет, видит. Мы никогда, никто не может доказать, что Иисус ел рыбу. Но в устах, я вот по комментариям, по общению, у нас это спокойность языка слетать. Я говорю, слушай, я хотя бы говорю, честно говорю, что я вас не могу убедить, мы с вами не видели его третий год, а то еще и юношество, и все, от рождения его, как он жил и как питался, вот именно от нас это сокрыто. Но я не могу вам доказать, что он не ел. Что он не ел мясо, это точно. Он не был убийцей. Что он не ел рыбу, это точно. Но доказать я вам этого не могу, вот прямо, потому что ни он о себе так не сказал, ни о нем, так скажем, не сказал. Ну и вы не можете доказать обратно. Каждый раз, когда что-то было на столе, мы видим, при насыщении хлебами, даже там в пустынном месте, когда он воскрес, ему подают. У него всегда есть выбор. Лежит мед сотовый и рыба, или лепешка, как там написано. Когда он приумножает все эти хлебы и рыбу, есть хлеб и рыба. Кто вам сказал, что он брал в рот рыбу? Никто вам. Вы не можете этого доказать. Как и я, я хотя бы честно говорю, что здесь остается право выбора за каждым, вот именно увидеть своего Иисуса, приблизиться к истине максимально. Потому что, когда Иисус говорит о любви, он ни на какие авторитеты не ссылается. Этот авторитет, эта истина, она внутри каждого из вас. Загляните в свое сердце, откройтесь всему самому светлому и чистому, и вы познаете истину. Она в любви, свободе и бессмертии. Вот такое вот длинное предисловие я хотел сказать. И сегодня я вам просто набросаю вот так. Ну, я о каждом моменте, я говорю, ролики вы знаете у меня большие, я не умею коротко, я люблю раскрывать темы максимально, постараться. Я вам набросаю такие вот моменты. Вы, я говорю, если захотите, последуйте моему доброму совету и когда-нибудь действительно задумайтесь над этими вещами, поразмышляйте. А желательно, я говорю, сделать это вместе с Евангелием, почитать вот это. Вот давайте так, я, естественно, выстроил это по всему событийным Евангелиям от начала до конца. Они не в анархаическом будет событий исти. Я говорю, это далеко не все. Это так, навскидку, я набросал, сформировал быстренько там, ну, как быстренько, я вам сказал, заняло мне это практически все время до обеда. Вот, картиночками, вот, иллюстрациями. И я просто далеко сижу, поэтому не могу вам открывать те страницы на сайте, где у меня. Я вот поэтому сделал отдельно здесь картинки. Себе на смартфоне набросал пометочки, чтобы не забыть, чтобы все равно слово мое получилось достаточно качественным, чтобы все-таки у вас что-то, что-то новенькое открылось, да. Я говорю, представьте, я сейчас буду говорить, погрузитесь прямо в это. Если бы вы читали Евангелие и знали только Евангелие от Марка, я говорю, или вот, погрузитесь в первое время. Я вот пытаюсь вас сейчас туда окунуть и прошу это сделать, действительно. Забудьте обо всем, абстрагируйтесь от всего, что вы знаете на сегодняшний день, на каком бы вы, так скажем, духовном уровне и христианины не были. Представьте, что к вам приходит некий проповедник истины, да. Вы еще ничего не слышали о Христе. И представьте, он говорит вам, я буду говорить что-то типа подобное Марка, то есть, ну, как будто это Марк к вам пришел, рассказывал. Слушайте, вы ничего, из общения с этим Марком, неважно, Марк, может, это знал, если это был прямой ученик Иисуса, и может быть, как говорится, нам в Евангелии не донесено, но его об этом спрашивали и в устной форме он говорил. Ну, представьте, это будет через три века. Вы живете где-нибудь в Папуа, Ново-Гвине, и вот дошел проповедник истины, Евангелия Иисуса Христа. До него, может, уже не дошло это. Через три века пусть это, через пять веков. Почему я говорю, погрузитесь в любое время или просто сейчас, абстрагируйтесь от всех знаний, какие вы знаете из Библии. В частности, конечно, мы сегодня смотрим на Евангелие, на жизнь и учение Иисуса Христа. Слушайте, если вы прочитаете Евангелие от Марка, вы ничего не узнаете о посте Иисуса, как называют его неправильно, об испытании Иисуса в пустыне. Марк об этом сказал очень коротко. Он сказал, что Иисус после крещения был Духом Святому, ведом в пустыню для испытания, и все, и вышел оттуда. Слушайте, евреи постились, кто знает, у них постом назывался, они просто до трех часов дня по современным языкам говорят, ничего не ели и не пили. Ну, вы знаете, некоторые люди обедают в два в тридцать дня. Велик ли пост? И это было в течение одного дня. Иисус что значит? После крещения, когда вышел из вот Иордана, Иоанн Креститель увидел отверзающие небеса и духа, как голуби, сходящие на него. Иисус пошел, погулял где-то по пустынному месту до обеда, и все, и вернулся в силе духа на проповедь. И то, нам не написано, это не в Марка написано, это я уже доставляю опять в силе духа. Я вот постараюсь не говорить, действительно говоря о каком-то Евангелии, не говорить языком других Евангелий. И все, и вышел на проповедь. Что было? Оказывается, Иисус сорок дней и сорок ночей ничего не ел, не пил. Оказывается, он победил себя, победил сатану, отринув мир, все его славу и богатство, алчность, жажность, то есть победил все страсти, так скажем, в себе, отвернулся себя и вышел на что? Наследований по истинному пути, неся свой крест. Вот, оказывается, что там произошло. Разве Евангелист Марк нам об этом сообщает? Нет. Евангелист Иоанн об этом говорит что-нибудь. В Евангелии от Иоанна, если мы будем отдельно читать, мы вообще не узнаем, что он уходил куда-то. Мы вообще видим, как он первое чудо творит просто в Кане Галилейской, все. Мы ничего там не видим. Мы не видим, чтобы он после крещения своего уходил в пустыню. Мы вообще этого не видим. Зато в Марка, вот в этой там одном предложении, казалось бы, неважно, что их там делят на главы, на стихи, даже предложение, это несколько стихов бывает, там в одном предложении нам сказано, что он был, кстати, там со зверями. В Марка мы видим, что он уходил, ну что он там делал и сколько он там был, денек, я говорю, погулял два. И смотрите, оказывается, из сорока дней, находясь в пустыне, не евший, не пивший, написано «и был там с животными». Слушайте, да у нас через два дня голодовки, у нас уже кирпич любой, и хлебом покажется, и курочкой, и свининкой. Иисус сорок дней не ест, не пьет и не убивает этих животных, не пожирает их живьем. Реально проходит испытание, написано, что он был там с животными, со зверями, с животными, как хотите. Слово «зверь» уж прям какое-то стало ассоциируется у нас с чем-то таким плохим. Оказывается, оказывается, Иисус там со зверями, да. Но он не убивает этих животных, да. Вот, важно, важно, что он победил себя. Важно, важно. Лука пишет нам такую очень мудрую, хорошую, глубокую фразу, что он выходит оттуда в силе духа. Оказывается, чтобы выйти на путь евангельской жизни после крещения, покаяния и стяжания Святого Духа, начатка, семечка этого получения, оказывается, надо еще отвернуться себя и только потом вступить на путь христианской жизни. Как ты будешь любить, не отвернувшись себя? Как? Как ты будешь жить по-христиански, исполнять заповеди любви, даже до отдания самого себя? Вот так вот. Дальше у нас идет Нагорная проповедь. Слушайте, Нагорная проповедь у нас есть в Евангелии от Марка? Опять нет. Есть у нас Нагорная проповедь в Евангелии от Марка? Нету. В Иоанне есть? Нету. В Матфея и в Луке их называют в обоих местах 6 главу. Ну, 5-я, 7-я в Матфеи и 6-я глава в Евангелии от Луки. Есть она где-нибудь еще? Нету. Слушайте, это глубочайшая вещь. Ее признают все люди мира. Даже те, кто не признают Иисуса ни Богом, ни Сыном Божьим. Не признают ни воскресенья, ни бессмертной жизни. Живой пример для русских людей. И даже не для русских, так как Льва Николаевича Толстого, русского писателя, знают до краев земли. Все прекрасно знают, наверное, его отношение к Нагорной проповеди, которую он, можно сказать, боготворил. Говорил, что это и есть... Что ничего, вот надо по Нагорной проповеди жить и все, убрать все остальное там, эти вещи. А вот по Нагорной проповеди жить. Вот вам, пожалуйста. Слушайте, если бы не Нагорная проповедь, мне бы тяжело было аргументировать, все знают, что Ветхий Завет с Новым, это вообще было сшить огромную глупость и назвать все это истинно, Словом Божьим. Это же бред. Иисус говорит, вам сказано, а я говорю. И говорит противоположные вещи. Око за око и подставить щеку. Это разные вещи. Это ровно противоположные вещи. Это не дополнение Ветхого Завета. Не исполнить он им пришел, не наполнить. Отдать учение истины. И оно противоположно закону Моисея. Моисей не знал истины. Моисей городил, как и городят все люди на этой земле. Что-то свое. Гибрид любви и ненависти в одном стакане, который ни к чему хорошему не приводит. Око за око и подставить щеку. Это противоположные вещи. Забираю другого ока, хоть он и у меня забрал. Я уподобляюсь ему. Подставляю щеку еще и на забранное око, на ударение по одной щеке. Я делаю противоположную вещь ему. И соответственно сам не становлюсь таким. Вам сказано древними. Ненавидь врага своего. Люби ближнего. Причем мы знаем в каком плане, в каком смысле было. Мы сегодня тоже тема коснемся. Что значит было любить ближнего, когда говорилось о том древнем. И ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Слушайте, а где еще, в каком месте сказано о любви к врагам? Хорошо, нет на горной проповеди. Такая фраза где-нибудь есть в Евангелии от Марка? Вот вы слушаете евангелиста Марка. Я всем говорил, я обожаю Евангелие от Марка, что Иисус показан таким молчаливым Богом. Богом, явившимся во плоти, и учение свое о любви, свободе и бессмертии, как Бог, показал негласно. В этом есть прелесть Евангелия от Марка. Оно короткое, и оно сконцентрировано на делах Иисуса. Что он делал? Конечно, из его поступков можно было делать выводы. Но я вам уже сто раз говорил, вы сами все это знаете. Знаете, какие извращения существуют в сектах, в православии, в католицизме, в протестантизме. Я говорю, Иисус никогда меча-то не носил. Они, пожалуйста, этим мечом рубят и во имя Иисуса, и не во имя Иисуса, налево и направо. И еретиков, и не еретиков, и врагов моей Родины, которую кто-то мне там границы начертил, и все, кто вне ее, почему-то моими врагами становится, и прочие вещи. Иисус разве такое делал? Нет. Он даже такое не проповедовал предоположное, но спокойненько эти учения пропихивают. Назначают святых, святые говорят полную ахинею, ахинею возводят в культ святости, и все. Вот вам все слеплено очень хорошо и удачненько. Поэтому я даже делаю не в этом. Я говорю, Евангелие от Марка есть своя радость. Я их вообще не умоляю. Мы в каждой можем и плюс подчеркнуть. Но я сейчас, сегодня у меня другая цель, вы знаете, я ранее сказал, да, я хочу вам показать вот это действительно того, что мы не имеем реального Иисуса. Это важно понимать. Как бы это ни прискорбно было, не имеем мы его полного облика. Мы имеем лишь вектор правильной истины. Где мы нашли бы о любви к врагам, о том, что дети Божьи, ведь это единственное место, где Иисус называет детьми Божьими людей. В Нагорной проповеди все. Оказывается, христианство начинается и заканчивается в любви к врагам, к миротворчеству, как он и сказал в этой Нагорной проповеди по Евангелии от Матфея. Только эти люди названы детьми Божьи, из которых и состоит Небесное Царство. Потому что если вы не будете, как дети, не обратитесь, не войдете в Небесное Царство. И Царство этих детей Божьих, Небесных, Божьих, вернее, Отца Небесного. Это Небесное Царство, Его Царство Отца, оно состоит из детей, которые что? Которые любят врагов. А как? Иисус сказал молиться, то есть желать прежде всего этим людям добра. И оно проявляется в благословении, в благих словах и в благодетельстве. Все очень просто. Если бы это не было сказано, в самой жизни это не могли не рассказать о Его смерти, о Его распятии. Да, мы бы казалось бы это видели, но вы знаете, только казалось бы. Представьте на секунду, что вы не имеете Нагорной проповеди по Евангелию от Матфея в частности. Вы знаете, был бы караул. Я думаю, что после сегодняшнего ролика можно и поплакать, подумать, что, Господи, а сколько мы еще тогда правды не имеем. Я в свое время рыдал об этом. Это сейчас, когда мне открыта истина в полноте. Я вижу реального Иисуса. Я знаю, что Он никого не убивал, ни одно животное, что Он не ел. И потому что я знаю, что Бог есть абсолютная истина. Но я это, кто знает и рассказывал, знаю от начала, потому что мне Бог явно открылся своей природой, начиная с того моего посещения и призыва 10 лет тому назад. Я просто знаю, что Бог – это абсолютная любовь. Но я это вижу теперь и в Писаниях. Вижу, где нам что подмухлевывают. Вижу, где что недоговаривают. Виды, где лукавят. Все это просто теперь вижу. Вот и все, могу, как бы, говорит, ссылаться на эти авторитеты. Хотя дело не авторитеты. Есть один авторитет. Вот здесь истина, которую ты должен познать. Вот вам, пожалуйста, Нагорная проповедь. Вы, может, будете видеть небольшие прерывания. Мне неудобно все это с монитора включать. Я не хотел сегодня в кресле сидеть. Хотя вот здесь вот. Потому что мне там не видно. Кое-что надо переделывать каждый раз, чтобы новую картинку добавить. Дальше. Сейчас мы с вами переключимся на Евангелие. От Иоанна, да? Чудо, первое чудо. Первое чудо, которое сотворил Иисус. Это не исцеление больных. Это не воскрешение мертвых. Что это такое? Это не проповедь Евангелия даже. Это превращение воды в вино. В обычное, ну очень сладкое, необычайное, для земли вкусное, свежее, спелое, как хотите, вино. Но на свадьбе в своем городе, в Кане Галилейске. Вот вам, пожалуйста. Оказывается, Иисус дарит людям радость, да еще какую, еще последствием каких вещей. Многие говорят, что все это было не алкоголь, Иисус против алкоголя. Я говорю, слушайте, вот то, что Иисус против убийства, это да. Вы бы, говорю, с такой ревностью, горячностью боролись бы за неубийство животных. Вот это да. От того, что я даже бутылочку вина выпил, и мне от этого хорошо, я никому зла не делаю. Тут зря боретесь. В этом греха никакого нет. А вот то, что вы целыми днями тысячи животных, миллионы на планете, кричат и вопят, и стонут, и ожидают откровения. Детей Божьих, вот это да. Вот лучше бы вы вот за это взялись бы, больше бы пользы было. Пожалуйста. Важный момент. Где, кроме Евангелия от Анны, это показано. Это Евангелие, которое, считается, написал его евангелист Иоанн Богослов, апостол любви. Высшее самое богословие. И так и есть, там много прекрасных вещей написано. Так. Важный момент, важный. Есть он, кроме Евангелия от Анны? Нигде нет. Много он для нас открывает? Конечно, много. Дальше. Беседа с Самарянкой. Я вообще не представляю своей христианской жизни без знания этой беседы. Где она описана? Где описаны подобные вещи? Каких поклонников оказывает себе ищет Отец Небесный? Каких детей Божьих? Кто это такие дети Божьи? А они, оказывается, поклоняются не на горах и на холмах, не в этих капищ, которые понастроили православные с католиками и протестантами, не в этих домах молитвы, оказывается, Отец себе ищет настоящих поклонников в Духе Истине? Надо мне куда-то ходить. Меня этими вопросами одолели. Собрание, подсобрание. Вы вообще Евангелие читали? Иисус беседует с Самарянкой, с обычной женщиной, у которой пять мужиков было. Мужей или мужиков, кто там знает, как там перевели. Сейчас шестой. Иисус ее укорял в этом? Нет. Пять, шесть, десять. Ну и что? Что он ей говорит? Что наступило время. Время, в котором Бог явился на землю. Что Господь себе на самом деле ищет поклонников не вот там или там, а в Духе Истине. Вот, оказывается, отец их ищет, значит, ты хочешь стать ребенком, поклоняйся Богу в Духе Истине. А какая это истина? Всякие. Познайте истину, сделайтесь свободными. Какая это истина? Всякий. А какая это истина? В этом же Евангелие-то она. Хоть в каком-нибудь еще Евангелии есть об этом? Всякий, делающий грех, раб есть греха. Оказывается, истина в святости. А святость что такое? Любите друг друга. Любите всех. Как вам такой пиар-ход? Дальше идем. Восьмая глава Евангелия Танны. Нигде больше об этом не описано. Я не знаю, что я делал бы без этого места, как бы я Иисуса отмазывал от того фарисейского иудейства, в которое все время его пытаются нам запаковать и таким нам выпадать. Горе проповедники. Я не знаю, что бы я делал без этого места. Ему приводят женщину, взятую в прелюбодеяние. Я специально сегодня вас не нагружаю. Я специально сделал отдельно картинки, даже не по своим. Хотя на сайте все это и с текстами, вы знаете. В такой свободной форме вам подаю все это. Своими словами все пересказываю, потому что достаточно близко к тексту, вы знаете, знаю Библию. Ему приводят женщину, взятую в прелюбодеяние. И говорят, не по закону Бога, по закону Моисея. Она должна быть... Это там так написано, это не я интерпретирую. Они говорят, по закону Моисея она должна быть побита камнями. Ты что скажешь? Сначала он вообще ничего не отвечает. Они начинают доколебываться до него. По двум причинам. Во-первых, чтобы он узнать, знает ли он или не знает закон, и будет ли ему противостоять. Он знает закон. Он не говорит, что вы не правы, что это не так. Да. Но, говорит, кто из вас без греха, бросьте в нее камень. Он сам этого не делает. Другие мне позволяют. Меня еще пытаются убедить, что он идеальный иудей был. Что он соблюл все заповеди Ветхого Завета. На нем исполнилось, написано, все мессианские места. Никакого закона Моисея Иисус не соблюдал. Нужен еще какой-то больший пример. Она нарушила даже не какие-то там заповеди Моисея. Она не закон Божий. Это, оказывается, заповеди Моисея. Не прелюбодействуй. Она нарушила, нарушила. Должна быть по вид камнями. По закону уже про Моисея. Это разве Бог сказал? Да, Бог сказал не прелюбодействуй. Потому что это не любовь. Поэтому я и говорю, что это Бог сказал. Неважно. Моисея передал не Моисей. Нам всем понятно, знающим истину. Прелюбодеяние. Грех. Почему? Боль ближнего. Ты причинил боль тому, кому ты обещался дарить только счастье и радость. Камнями побивать кто придумал? Моисей. Иисус позволил это? Нет. Он ей сказал, что это хорошо, это не грех? Нет. Он ей потом сказал, да, иди больше не греши. Это грех. Ты причинила боль своему мужу. Но он сам согрешил по закону Моисеева. Он его не исполнил. И оставил грех на Израиле. Хотя Моисей говорил, убейте такого, чтобы смыть грехи с Израилем. Иисус не позволил этого сделать. Я бы не знал, что я делал без этого места. Как бы Иисуса отмывал бы от этого закончества, которое все время на него пытаются повесить. Что он закон Моисеев весь исполнил. Я говорю, вы что, совсем что ли поехали? Он сам не исполнял его. Другим не позволял его исполнять. Слушайте, если бы не было этого места, какой бы у нас был Иисус? Законник и книжник и фарисей. Как-то сшивающий ветхое с новым. А Иисус сам сказал, не сшивайте ветхое с новым. Нет. И сам этого не делал. Он не говорил, люби ближнего, ненавиди врага своего и опять люби его. Это же бред. Надо выбрать. Иисус выбирал истину, ибо Он и есть истина, явившаяся во плоти. Так, дальше двигаемся. Что Иисус говорит после этого? Был момент, где я уже пропустил его. С чего начинается Евангелие от Анна? Хоть одно Евангелие так начинается. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово это было Бог. Все через Него начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть. И это Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. А это Слово и есть Бог. Бога не видел никто никогда. Он, Иисус, явился, явил его во плоти. Что он говорит этой женщине? Иди. Где твой обвинитель? Нет, никто не осудил тебя. И я не осуждаю тебя. Когда мне все время эту туфту втюхивают, ты кого-то судишь. Не суди, да не судим будешь. Я говорю, слышите? Иисус не осудил ее на смерть. Он ей прямо сказал, ты грешила. Иди, больше не греши. Когда Иисус обличает мир во грехе, людей, которые и так грешат, это явно видно. Некоторых Он обличал, зная по мышлениях сердцем и про Господню. Это никакое не осуждение. Вы меня, говорю, не с тем, вы меня с кем-то путаете. Я не такой. Я и поступаю так, как поступал Иисус. Я обличаю мир в его грехах. Лично, когда вы мне звоните, я вам точно там. Ты не говоришь, я убиваю животных и буду убивать. Я говорю, ты убийца. Брось это и не делай этого больше. Я делаю, как Иисус. Вот и все. Я пропустил. Не стал. Иначе мы с вами часа три будем говорить и слушать. Он с Никодимом беседует. Говорит, ты учитель Израилев, этого не знаешь? Я тоже сам говорю, слушай, ты 20 лет христианин, ты долго еще будешь сиськи у матери сосать, молоко материнским питаться. Тебе уж порой сухари не то что грызть, а хлебы раздавать, а ты все еще молоко материнское груди присосался. Уже стыдно, я говорю. Тебе сколько? Ты сколько христианин? 20 лет? Вот перенеси это на телесный возраст. Тебе уже мера учителя учителем стать. А ты не то что до сухарей не добрался. Ты все еще, говорю, к мамке на сиськи присосался. Что Иисус говорит? Иди и больше не греши. Где твои обвинители? Никто не осудил тебя. И я не осуждаю тебя. А оказывается, он никого не судит. А почему? А потому что тут же он говорит, я и отец одно. А отец, а он предыдущий, за несколько глав до этого по Евангелию Атану сказал, отец никого не судит, но весь суд отдал сыну. Как можно отдать суд, я об этом говорил. Как можно своей... Бог только судья. Бог истина. Он это мирило. Он есть бытие. Как можно отдать суд? Да потому что он и есть Бог. Но при этом он говорит, весь суд отдал сыну. И тут же через две главы, это мы так с вами, я так такими словами оперирую через две главы, говорит, и я тебя не осуждаю. И я тебя не сужу. Вы судите по плоти, дальше он ниже говорит, я не сужу никого. Что он ниже говорит, следующая глава, это же вернее восьмая, где вот мы все читаем. Я есмь, я сущий. Все в этой главе. Я все вам, вы должны контексты знать, я сегодня просто набрасываю мои с вами, я говорю, если подготовить такой ролик капитальный, это над с ума сойти. Может быть в будущем когда-нибудь. За этими же событиями я в их моих последовательно так рассказываю. Там, вы помните все вопрошения, кто ты, да. Он говорит, я отец одной, я есмь. Я есмь сущий. Прежде нежели Авраам был, я есмь. Авраам увидел меня и возрадовался. Как это так, я не понял. Он говорит, тебе нет 50 лет, какой Авраам? Ты что, совсем тронулся? Увидел и возрадовался. Ибо я есмь. Я сущий. Слушайте, где еще об этом сказано? И, кстати, вы знаете, мы хоть сейчас и бежим, идем, как хотите, по Иоанну. Я говорю, другие Евангелия не менее ценные. Матфея, я вам только что сказал, Нагород. Это я, ну, такие яркие сегодня взял, что набросал, вот за три часа побегал, там все это поискал. Сам пробежился, освежил. Я говорю, кажется, на эти пять минут, вот вы так сейчас слушаете. На это ушло у меня три часа дня. Мне как-то кто-то говорит, что ты там, да иди на завод работ, ты там вечером что-нибудь скажешь. Я говорю, слушайте, я только вот на это три часа потратил. Сейчас на час-два запишу. Я говорю, это рабочий день, полрабочего дня, даже большая часть. Ну, это ладно, это может оценить тот, кто понимает, чем я занимаюсь. Поехали дальше. После такой речи и таких откровений, он им говорит, если бы вы не были слепы, да, не было бы на вас греха, но так как вы говорите, вы все видите, грех остается на вас. И специально в физическом образе исцеляет слепо рожденного. Слушайте, даже народ сказал, никогда не было от начала времен, даже в Израиле, в святом народе Божьем, где были и пророки, и все, да. Никогда не было. Не то, что дать человеку зрение, который его потерял, слепорожденный. Возможно, не было даже, как это говорят, я не знаю, я в анатомии не силен, глазных яблок или еще чего-то. Ну, может быть, там что-то было полностью замученное. Он никогда не видел от рождения. Потом родители на суде фарисейском будут свидетельствовать об этом, что он с детства такой, он родился слепым, это мы знаем, а кто его исцелил, не знаем, боясь отлучения от синагоги. Господь исцеляет этого слепорожденного в язву, в жало им, чтобы это улечило их по плоти. Кто такой когда делал? Такое может кто-то сделать, кроме Бога? И он не молится Отцу, он не просит его, не умоляет, он не постится ради этого. Он делает это своей силой. Причем за две секунды в полном исцелении. Нереальные случаи, которые нам описаны. Не буду даже на паузу ставить, уже картинок меньше становится, там кое-что видно. Дальше. Нереальные случаи. Ни в одном Евангелии не описаны. Воскрешение трупа, я так и буду говорить, не просто Лазаря, а трупа мертвого, четырехдневного, мертвого, разлагающегося тела. Слушайте, меня всегда это, вы знаете, как меня это самого жалит? Я не стесняюсь такие откровения говорить, вот именно, не стыжусь. Потому что меня это укоряет в маловерии. Я тоже болею разными вещами. Бывает. Тоже не знаю уж к чему, куда бежать, где караул кричать. Слушайте, я думаю, я верю вообще в Иисуса, что он может меня исцелить от того-то, от того-то. По поводу любых ситуаций жизненных сложных. Может ли он разрешить? Меня всегда Евангелие укоряет. Я его люблю за то, что она меня обличает. Воскресить труп четырехдневного, разложившегося лазы. Тут такой, знаете, баланс уже Иисус показывает, уже подводит им к воскресению мертвых. Это не просто, как дочь Аира еще по дороге умерла. Она еще, возможно, даже, простите, я скажу, остыть не успела. Но, в принципе, что тут такого реальность жизни. Она еще не остыла, не закоченела. Того же мальчика несли тогда, вы помните, сына, единственного сына вдовы. Возможно, он вот только, естественно, хоронили сразу. Его только несли в этот гроб. То есть, он нормальный был. Вы там в пещере, где вот хоронят там, да? Вот. Лазарь. Этот человек умер четыре дня назад. Мы в Писании читаем, это же не я вам говорю, что даже сестра его уже говорит, когда Иисус говорит, отнимите камень от гроба, от пещеры, от могильной пещеры. Она говорит, господи, да смердит. Они стоят неизвестно во скольки метрах еще от этой пещеры, на свежем воздухе, и то смердит. Это все. Там нет ничего живого. Там что? Четыре дня. Там ум. Где там мозги, простите? Где там сердце? Где там кровь? Где там нервы? Там все умерло. Все. Четыре дня. Вы представьте на секундочку это. Погрузитесь в эти события. Четыре дня. Человек разлагается. О каком там ягру, о каких костях, о какой крови, о каком уме, который, как ученые говорят, и минуты не может прожить без кислорода. Там две, три. Вот им кто побывал на том свете. Люди рассказывают. И то это чудесами считается. Четыре дня. Четверо суток. Это все. Это уже кусок гнили. Это не тело мертвое даже, которое вот только умерло. И тут же, помните, как апостол Павел к этому мальчику, упавшему с верхней комнаты, где они сидели, общались, упал Петр, который воскресил эту девицу. Как же я? Второй раз сегодня о ней говорю. В предыдущей проповеди тоже говорил, забывая. Серна, серна, да? Молодая дева. Ну, они только умерли. Хотя тоже невероятные события, да? Серна, сколько тут пролежало, Павел был в соседнем городе, сколько он там пока пришел, да? Пусть час-два, четыре дня. Невероятные события. Слушайте, вот представьте себя, я к чему все это говорю. А таки, ладно, с пиром, с пьянкой, как можно, давайте так пошутим, да, добро. С пьянкой с этой в Кане. Ладно, можно пропустить. Что еще можно пропустить? Ну, ладно, там, беседу с Никодимом. Ладно, беседу с Самаренкой. Если порожденного исцеления, слушайте, я так, да, написан Иисус много исцелял и помогал людям, мы видим, да? Воскрешал, большой вопрос, сколько он людей, прям каждого второго, что прям мертвый из гробов вставали, он шел. Нет, мы видим, это были редкие случаи слепорожденных. Мы видим один случай. Вряд ли были еще случаи. Может быть. Но тем более, если они были неоднократны. Слушайте, это не рядовой такой случай, да? И воскрешение четырехдневного лазаря. Какой кипиш в Иерусалиме поднялся. Причем, кто понимает контекст этих событий, воскрешение этого, что, видимо, слепорожденного, что вот этого лазаря, это вообще пред, уже арестные события. Это буквально за несколько, там, ну, максимум, там, неделя, да? Две месяцы. Это вот все около уже, это конечные события, потому что дальше у нас описывается все, прощальный ужин, потому что самое Евангелие от Иоанна. Это вот-вот-вот. Это опять был праздник, кто знает. Много людей, которых написано собирались. Почему иудеи, вот эти начальники религиозные, современные начальники у них точно такие же, бесноватые люди в основной своей массе, они положили убить и лазаря. Потому что люди приходили ради лазаря посмотреть. Лазарь был известным человеком, богатым. Ближе Иерусалима жить невозможно было бедному человеку, сам Иисус с Кана Галилейской, откуда ничего доброго не приходит. Его знали в округе, шли посмотреть на него, написано что, и веровали ради этого чуда, да? Шли не на Иисуса посмотреть, а на Лазаря и веровали, знали, что он это сделал. Слушайте, вот вы бы были евангелистом, Марком, Матфеем, Лукой или еще каким-нибудь. Вы просто были учеником Иисуса первым. Вторым, третьим. До вас дошла эта история. Слушайте, я бы, наверное, сделал все, чтобы ее зафиксировать, чтобы сам написать Евангелие от Кузнецова. Хоть одно это событие просто написать и передавать, послать во все церкви. Сколько можно, сидел бы, всю бы жизнь свою положил, набрал бы пергаментов и сидел бы, писал эту историю, рассылал бы в разные церкви. По всему краю земли, где уже даже христианство распространилось. Слушайте, если Евангелие Тана то же самое, говорят, что оно как раз было написано последним. Типа как раз, как дополнение к синоптическим Евангелиям. Ну вот как вы думаете, я говорю, такие события реальные. Матфея Лука пишет, я под тщательным исследованием всех событий решил вот тоже написать. Ну как-то тщательно ты вроде расследовал. Ну, вы знаете, как вам сказать помягче, я не знаю, не за картошкой сходить, да? Неужели Луке никто это не пересказал? Неужели он не захотел больше написать? Насколько важный момент. Говорит о том, кто Иисус. Как он это сделал? Опять, он не просил отца, не молился ему. Он лишь воздал хвалу, говорит, ради того, чтобы знали, что я это делаю. Говорю, благодарю тебя. Он сам ему говорит, Лазарь, выходи. Невероятное событие. Сколько из этого можно вынести, да? Опять увидеть злобу этих фарисеев, что они уже и Лазарь готовы убить. Это безумные вообще люди. Как он это сделал? Кто он есть и какой силы? Он просил отца невестного воскресить четырех дневно разложившегося человека. Нет, он сам это сделал своей властью. Для меня Иисус – Бог. Бог. В прямом смысле слова. Бог. Я бы ему в ножки кланялся. Кто такой может сделать? Никто. Дальше. Прощальный ужин. Прощальный ужин. Прощальный ужин. Только благодаря Луке мы узнаем, что они на прощальном ужине. Но они не знали, что он прощальный, никак не понимали этого. Они и на ужинах, и среди дня белого, и на ужинах, и ночью, наверное, спорили о том, кто из них выше, ниже, кто сядет по левую, по правую. Мы видим, как Иисус их не только словами, но и примером всегда усмирял. Мы знаем, как он умыл им ноги, да? Что он при этом сказал, как всегда? Что он во всем подает им пример. Очень важно. Ни Моисей, ни Давид, ни апостол Петр или Павел. Для нас пример Иисус. До нас дошло Евангелие. Что он говорит? Что мы дальше видим? Любите друг друга, как я возлюбил вас. Как это важно? Да, заповедь любви. Ну да, любит любящих и грешники, это понятно. Но он и говорит, как? Как я? А вы знаете, оказывается, Иисус очень специфически любил друг друга. Оказывается, когда перед тобой вдруг почему-то на чашу весов вешают любовь к животным, убийство животных и псевдолюбовь, в позволении этого убивать, псевдолюбовь к людям, я почему-то должен выбирать. Я говорю, слушайте, Иисус такого не делал. Когда перед Иисусом клали какую-то неправильную ставили весы, даже те же самые его ученики. И просили выбрать. Он говорил, отойди от меня, сатана. Мне такое не надо. Оказывается, даже любить любящих, хоть это делают и грешники, мы должны научиться, как это делал Иисус. Очень важная фраза его была. Заповедь. Заповедь новую даю вам. Любите друг друга. Важно же каждое слово. Иисус же не просто праздновал его произносил. Как я возлюбил вас, так и вы, да, любите друг друга. Перед этим же сказал, дав пример, ибо я дал вам пример, что боевые поступали так же, как я. Насколько это важно? Научиться правильно любить в этом мире, лежащем возле, к сожалению, приходится внешне порой совершать поступки, которые, кажется, ой, это не любовь. Это еще какая любовь? Посмотрите, как Иисус относился к любящим. Его берут брать, потому что считают, что уже крыша поехала, протекла, как это у нас говорят. Причем и мамы, и там братья, и все. А он пальцем обводит всю аудиторию. И говорит, кто мне, мать и сестра, и брат, тот, кто исполняет. Ну, теперь мы знаем мои заповеди, да? Тогда он сказал заповеди отца, волю его. Ниже-то он что говорит после этого прощального ужина, когда они идут в Гефсиманский сад? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Кто любит меня, то слово мое соблюдает. Не любящий меня, слов моих не соблюдает. Моих. Он не говорил Моисея, закона, пророков. Мои. Слушайте, у кого это описано? В каком Евангелии? Вот представьте, просто представьте свою жизнь без Евангелия Таана. Я не просто так говорю. Вы скажете, ну, у нас же это есть? Нет, я закончу свою мысль, ради которой писал весь этот ролик. Вот представьте, даже то, что я вам сегодня набрасываю и кратко комментирую, я бы мог намного больше сказать, вы прекрасно понимаете. Молитва в Гефсиманском саду. Мы видим любовь к ближним. Евангелист Марк, Лука, Матфей, Лука. Давайте по цепочкам, как я люблю Марк, Матфей, Лука, по тщательному исследованию, казалось бы, который все писал. В ихней гефсиманской молитве мы видим, как Господь о себе печется. Причем кратко, но печется. Господи, если есть воля Твоя, да пусть минует меня чаша сия. Но если нет, то да будет воля Твоя. Слушайте, Евангелист Иоанн об этом вообще никакого слова не говорит. Причем, если там нам чуть-чуть описано, то в Евангелиотан это целая вот такая глава, прямая речь Иисуса. И о чем он, оказывается, молится в Гефсиманском саду. Хотя ему самому сейчас ученикам-то не страдать не придется. А он молится о них, о них и о всех христианах, о всех верующих, по слову их. То есть обо всех нас, кто идет путем Христом, чтобы мы были, как и он, тверды и крепки в этом пути. Особенно, когда вот такие моменты уже наступают. Оказывается, он целую главу, и получается, всю эту молитву молится о нас в основном, а не о себе. О себе тоже, конечно, человеку страшно, да. Мы, кстати, не видим, чтобы Отец Небесный ему отвечал. Это начинается путь Богооставленности. На кресте потом Иисус так его запьет. Почему ты оставил меня? Он не ответил ему. О ком молится Иисус? Только благодаря Евангелиотанам мы узнали, что он молится об учениках и всех, по слову их, уверовавших в Евангелие. Насколько это важно? Важнее, по-моему, этого ничего нет. Сейчас я вам такие три степени, как всегда, по высоте возведу. О любви к любящим кратенько поговорили. Я об этом тоже часто говорю. Вы знаете, обещаю записать когда-нибудь ролик, где вот мы посмотрим, где мы соберем симфонию такую из поступков, из притчи Иисуса, из учений, из поступков его, к любящим его людям, учеников, родственников, и посмотрим, как он к ним относился в делах. Далеко не так, как всем кажется. Теперь я хочу перейти к любви к другим людям. И кое-что тоже посерединочке так сказать. Сейчас я, кстати, в заметочку гляну, ничего не пропустил. Ну да, все правильно идем. Вот Марк и Иоанн. Они очень похожи. Хотя в Иоанне тоже есть несколько мест, где у Иисуса длинная речь. Это вот это вот действительно даже прощальный ужин. Вот это вот, когда они идут в Гефсиманский сад, сама дорога. Две главы это прощальный ужин, две главы 13-14 прощальный ужин, 14-15 идут в Гефсиманский сад, беседа по дороге, если хотите в Гефсиманский сад. И уже 17-я глава молитва в Гефсиманском саду. Пять глав Иоанн посвящает. Это 25% от четвертой части всего Евангелия. И там практически прямая речь Иисуса. Везде. Но если еще в прощальный ужин мы видим такие диалоги, то уже беседа и молитва это все, как у меня в текстах, оранжевым цветом выделено. Это прямая речь Иисуса. Но в основном тоже, хоть бывают это достаточно пространные диалоги, такие монологи, беседы, споры Евангелия Тана, они чем-то похожи с Марком. Это достаточно эпизодические, короткие такие или длинные, но все-таки такие диалоги. Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки – это действительно книги учения. Там действительно длинные речи, как будто их Иисус сам писал уже как учение. Он же не будет свою жизнь описывать. Он именно как тезисы учения свои писал. Сколько притч прекрасных, оказывается, говорил Иисус, через которые, как много нам открывается истина. Через разные эти образы мы понимаем точность его учения. Всех этих мыслей, образов, которые касаются нашего сердца, мы все понимаем. Да, истина – простота в любви, свободе и бессмертии. Но вы знаете, да, это истина. Оказывается, все-таки надо доползти еще в жизни, познать ее, и тогда у тебя все формируется. И вы знаете, Матфей даже от Луки как сильно отличается-то. Я думаю, кто этим вопросом, я говорю, кто библистикой хоть как-то занимался, а с ней тут я рекомендую. Только не вот этой. Я занимался, так скажем, и ученой библистикой. Это ерунда полная, где там какая буковка, запятая, йодка стоит. Ну, это как бы важно, если ты это духом сам для себя. А по каким-то там учебникам ни в коем случае не стоит заниматься. Надо просто читать Евангелие, размышлять над ним. И вот вы знаете, Евангелие от Луки – это такие есть жемчужины, которые даже притчи, они есть уникальные, которых больше нету нигде. Даже в Матфея и Лука, казалось бы, они тоже очень похожи. По объему Лука 3, Матфея 4, то есть 1 Марка, самый маленький, 16 глав, Иоанна 21, Лука 24, Матфея 28. Но есть такие притчи. Притчи, я две важные сегодня вспомню, чтобы у нас не трехчасовой ролик получился. Притчи о блудном сыне. Она есть только в Луке. Сколько она открывает через этот образ, вот именно этого тайны и Бога любви. И что это не спасение поверия. Человек как сам ушел от Бога, так сам и приходит. Отец не идет за ним в дорожку. Он не там, его надевают царские одежки, они ему нафиг не нужны. Или потом, когда нужны, он бежит за ним. Нет. Человек сам возвращается домой. Сам. Да много там. И сегодня не толкованием притч, конечно же, занимаемся. Не раскрытием образов. Я так навскидку говорю, что мне просто на сердце лежит. Я тем с вами и делюсь. Я говорю, это далеко не полнота всего. Вы знаете, одно из моих любимейших мест. Это притчи о добром саморенении. Почему я говорю, даже когда говорят, ой, да там в Нагорной проповеди, он сказал, да, вот люби ближнего и ненавидь врага. Я вам говорю, любить врагов. Ну, типа, люби ближнего, можно оттуда, оттуда взять. Да нет, родные. Это противоположные вещи. Это прямо противоположные вещи. Любить ближнего. И если бы Иисус, и только евангелисты от Луки, причем, я почему говорю, я обожаю это место, я готов Луку расцеловать с ног до головы за раскрытие, за это его тщательное исследование и узнание этого момента и оставленного нам в Евангелии. Оказывается, когда Иисуса спрашивают, какая наибольшая первая заповедь в законе Моисеевом, заметьте, не в Божьем и не в учении Иисуса. Не спросили, какую ты считаешь первой заповедью истины. В чем истина? И вот так только Пилат спросил, и то не желая слышать ответ. Его не так спросили. Его спросили, какая заповедь в законе Моисеевом. Ну ладно, я лукавлю в Моисеевом, там тоже не было, это я прибавляю. В законе. Никто его никогда, ну я просто противоречу, меня бесит, когда, не бесит, терпеть не могу, когда называют законом Божьим. Нигде никогда. Ни Иисус и даже люди не называли его законом Божьим. Ни фарисеи, ни книжники. Либо употребляли в законе, либо в законе Моисеева. Поэтому у меня больше прав даже сюда приписать в законе Моисеева, потому что они так именно выражались. Потому что в той же самой, где женщина взят в полюбодеяние, почему я ей сказал, что там я не прибавил, там так и написано. Что к нему привели вот эти вот ревнители истинные. Сказали в законе Моисеевым, так-то написано. Почему и здесь можно сказать. Никогда они не говорили в законе Божьем. Ни один раз, ни одного словосочетания нет даже в тех Евангелиях, которые до нас дошли. Никогда. И он им говорит, у вас же там написано. Моисей же так сказал. Это не Бог сказал, это Моисей сказал во второзаконии. Это прямая речь Моисея, вся книга практически. Целая книга. Это не вырванная фраза. Люби Бога и ближнего всем сердцем, всем помышлением. Это Моисей сказал. Иисус процитировал им, да. Вложил туда свой смысл. Моисей не говорил, что вторая, люби ближнего, подобная ей. Не говорил так Моисею. Это Иисус их сравнял. Иисус вложил свой смысл просто в слова, дав им вообще другое направление. Как же, это одно и то же, мне говорят, с законом. Если ты не любишь Бога, согрешил против Бога, в пятницу дрова пособирал, тебя камнями забили. А где же тут любовь-то? А Иисус говорит, это подобное ей. Ты убивай человека, не любишь Бога. Ну и что, что он еретик, это его дело. Сегодня еретик, завтра покается. Это подобное ей. И благо, оказывается, мы узнаем, что его спросил книжник, тот, который ответил, да, да, Господи, все правильно. Любить Бога и ближнего, это больше всех всесожжений и жертв. В этом и есть весь закон и пророки. И у него хватило ума. Там, правда, написано непонятно как. То ли он действительно из-за непонимания, то ли хотел узнать, то ли дальше докапывался до Иисуса. А кто мой ближний? Иисус рассказал нам прекрасную притчу о добром Сомаринине. И, оказывается, в любви ближнего он вкладывает. Опять точно так же, просто нам в Нагорной проповеди Иисус концентрировал на второй части. Люби ближнего, ненавидь врага своего. Здесь Иисус на любви ближнего нам раскрыл. Оказывается, опять противоположная вещь, как в законе. В законе Моисеевым ближним считался только еврей и единоверец. Иисус, говорит, оказывается, это любой человек, более того, этот человек, возможно, тебя даже поносит когда-то там, потому что он ненавидел самарян, да, там, еврей, допустим, терпеть их не мог, пренебрегал ими, возносился. А, оказывается, ты ему должен помочь этому человеку, любому нуждающемуся человеке на пути твоей жизни. Иисус прекрасную притчу рассказал. И сказал, что иди ты и так поступай так же. То, что он ему сказал, когда тот сказал, что да, да, все это выше, все сожжение жертв, что ему ответил Иисус? Ты недалеко только от Царства Небесного. А я всем говорю, слушайте, недалеко, или есть слово такое почти. Почти успел на самолет. Это все он, что не успел. Почти попал в Небесное Царство, да, и горишь в аду. Это почти ничего не значит. Это недалеко от Царства Небесного. Недалеко, знаете, я тоже недалеко живу, там, от центра, да, или от Малибу, но ходить туда не могу, мне закрыто. Да у меня вот недалеко ресторан для миллионеров. Я туда могу попасть? Нет. Недалеко, вот, в соседнем доме открыли. Но я образно говорю, да. Я не знаю, есть там рестораны. Я живу-то в районе небогатом. Слушайте, вот представьте, опять на секундочку, я вам все время это говорю. Вот незнание этой притчи, того. У нас бы Иисус так и остался проповедником закона Моисея. А он не проповедник закона Моисея, он проповедник истины. Оказывается, любить ближнего, это не любить ближнего по закону Моисеева, это, оказывается, любить всех людей, помочь ему в нужде любому человеку на пути твоей жизни. Насколько это важно. Причем, зная контекст всего Евангелия. Скажут, ой, да в Израиле тоже там было, помоги пришельцу. Слушай, они одному пришельцу помогли, соседнюю землю захватили. А Иисус-то захватывал эти земли? Нет. Кого-нибудь он порабощал? Нет. Убивал? Нет. Тут еще про весь контекст надо не забывать. Выдирая из контекста всего, Евангелия, Истина, да, вы можете на морозе все что угодно. Я говорю, эту лапшу, конечно, повесить баранам, я не знаю, сказать, даже не овцам, Христом, да. Но те, кто стремится к познанию истины, все это увидят. Важный момент, важный. Слушайте, почему никто не Акадай об этом не писал? Ни Марк, ни Матфей, ни Иоанн. Дальше у нас что? Матфей. О последних временах. Вы помните, как его спрашивают, какой признак, как все это будет. Две главы. 24-25 глава посвящена последнему временю. У кого этого нет? Ни в Марка. Ну, спрашивают, там, казалось бы, один и тот же вопрос у Марка. Ну, его спрашивают о разрушении храма, и там хоть образно мы можем кое-что выцепить о будущем. Ну, совсем кратко. Кто знает просто, кто слушал Майеру или сам, понимает, о чем я говорю. Слушайте, в Матфее такие вещи раскрыты. Что о всем последних временах, кончая его вторым пришествием, и, естественно, его пришествие связано с судом над христианами, а через тысячу лет, после тысячелетнего царства, судом над всеми народами. Ну, две главы этому посвящено. Даже, ну, там, получается, 70%, можно сказать так, в последним временам, в втором пришествии, и потом уже в первой главе, в 24-й захватывается о суде над христианами, и плавно переходит в 24-ке. Ну, там, четыре образа Господь, четыре притчи рассказывает великолепное, о суде над христианами, и потом, как будет происходить суд над всеми народами, где он будет отделять козлов от овец, людей добрых, действительно, неважно, во что они там веровали, и злых. У кого так подробно? У Луки нет такого, у Марка нет, у Иоанна вообще ничего нет. Вообще ничего нет. Иисуса арестовывают. Вы заметили, да, мы идем так по Евангелию, в общем, неважно, 4, 10, 25, все это одним словом называется Евангелие. Ну, я, естественно, прыгаю по разным авторам, чтобы показать вот эти важные места, да. В Матфея Ивана, причем, Ивана чуть кратко, в Матфея чуть побольше раскрыта, где Иисус, когда Петр заступается за истину, за самого Бога явившегося в плоти, пытаясь рубить головы налево и направо, Иисус останавливает его и запрещает это делать, в лице его, естественно, всем христианам, рубить за истину, защищать там Родину, все. Иисус никогда сам меча не носил, никому не позволял и не позволил убить. И даже когда Петр нанес увечья, да, или вред здоровью тому воину, отрубив ему ухо, Иисус еще и вернул этому ухо своему врагу. Сейчас я плавненько перешел, вы заметили, мы видели и учение о любви к ближним, так, как любил Иисус, и реальные дела. Ну, сегодня мы, конечно, мало чего смотрели, как он относился к любящим его. Сейчас переходим на любовь к ненавидящим потихоньку. Ну, мы с вами рассмотрели любовь к ближним, к людям посторонним, которые не делают нам ни плохого, ни доброго, и перешли на любовь к врагам. Слушайте, ни у кого этого, кроме Матфея, ну, ни у кого, получается, у половины. У Матфея с Иоанном есть и то, и у Иоанна не так, у Матфея прям раскрытость, уж говорит все это, да. Ну, у Иоанна, он сказал, вложи мечт его в ножны, но в Матфея еще добавляет фразу, да, что кто от меча придет мечом, погибнет и так далее. Важный момент. Я в патриотизме, когда проповедую ложь патриотизма, да, заблуждение тех, кто проповедует это, это, что эти люди действительно только губят чужие души и свои, соответственно. Вот. В Матфея четко сказано. Понятно, и эту фразу извращают, а кто с мечом придет, значит, это они к нам, а мы их, значит, в ответ можем, они же от меча погибнут. Иисус сказал, как раз, кто к тебе придет, да, но только они погибнут не от меча праведников, а от таких же грешников, которых Бог потом опять будет судить. Это очень важно понимать. Важный момент. Важный момент. Дальше идем. Арестовывают. Любовь к врагам. Являет Иисус делом? Являет. Останавливает Петра. Исцеляет врага своего. На суде его бьют, избивают. Это Бог. Запомните это. Это Бог, явившийся во плоти. Он может свернуть в бараний рог. Он это доказал своими делами. Люди, когда видели добрые его дела, ужасались. Сегодня добро делает, завтра в лягушку всех превратит. Только слово ему скажи поперек. Его бьют, издеваются. Какой-то воин. Вот на картинках почему-то очень часто решают, что ему может быть ладонью, хотя вы знаете, как можно рукой мужик может ладонью засадить. Может быть, он вообще с кулака ударил этот воин, да, когда его первосвященник спрашивал о его учении, что он там проповедует. Он сказал, ты же знаешь, что я спросил учеников, где они есть. Я три года открыто проповедовал везде. И этот воин его бьет. Слушайте, оказывается, щеку подставить, это не значит просто смолчать. И мы видим только благодаря кому. Только благодаря Евангелию от Анна мы видим, что Иисус, оказывается, ответил ему. Попытался вразумить. Он говорит, слушай, если я не прав, скажи, в чем я не прав. Я сказал слово, ты мне скажи слово. А если я прав, тем более, за что ты вообще бьешь меня? Гениально. Оказывается, то, что Иисус учил подставлять, тебя по одной щеке удалили, подставь другую, не левую. Тебя вправую удалили, подставь другую. Ну, казалось бы, левую. Но Иисус сказал, другой, это очень важно, другую правую. Как будто у тебя две правые щеки. Потому что если ты что-то делаешь правое, дай еще аргумент. И он дает. При этом, когда его уже бьет, видимо, этот воин мог что-то понять, Иисус сам отвечает. Дает нам пример. Мы это можем почувствовать. Иисус говорит, когда вот будет такой момент, не думайте, что вам сказать. Дух Святой будет вам влагать все. Когда его избивает уже толпа бесноватая, говорит про реки, про реки. Да, угадай, кто тебя хлещет по щекам, по голове. Он уже, конечно, молчит. Он же не будет с ними в шарады играть. Люди просто беснуются уже, все, издеваются. Иисус молча несет свой крест. Любовь к врагам, любовь. Не забывайте, что это Бог. Вы увидите тогда силу его любви. Слушайте, об этом вообще без комка в горле и без слез говорить нельзя. Иисус висит на кресте. Его распяли. По левую и по правую сторону его висят два разбойника. Во всех Евангелиях мы видим, даже в Евангелии Иоанна Богослова, апостола любви, он нам ничего об этом не говорит. Нам не говорит об этом Марк. Нам не говорит об этом Матфей. Я говорю, я готов Луку во все десны целовать за то, что он такое нам описал по тщательному исследованию всех событий от начала до конца. Хотя удивительно, что он тщательно исследовал, но далеко нам не все описал, мы видим, благодаря другим Евангелиям. Очень важный момент, причем я говорю. Уж Лука-то, я думаю, по тщательному исследованию, если порожденного бы исцеление писал, и воскрешение четырехдневного умершего Лазаря. Но есть ему и честь, за что. Иисус висит на кресте. Все пишут, что оба разбойника эти поносили его. Но одного касается Бог, и он кается. И просит Иисуса, праведника, о том, чтобы он вспомнил о нем, когда придет в свое небесное царство. Иисус говорит, будешь со мной там, раз ты раскаялся. Ну кто нам это описал? Кто? Никто. Вот она, любовь. Не просто на словах, на делах. Дальше еще хлеще. Божьей любви нет совершенства, я это давно понял. Иисус молится Богу, Отцу Небесному, давая нам пример. Он и есть Отец. Он дает нам пример. Он молится Богу, Небесному Отцу, о том, чтобы это не было вменено им в грех. Ибо они не знают, что делают. Прости их, Отец. Ибо делают не знают, что. Потом у нас будет в книге Деяния апостолов описан подобный случай с дьяконом Стефаном в седьмой главе его побиение за проповедь истины. И он скажет то же самое, научившись этому у своего учителя. И мы теперь с вами можем это сделать, потому что знаем, что так делать нужно. Кто кроме Луки нам это передал? Слушайте, вот без этого момента было бы у меня полное видение Иисуса. Это я говорю, это я кратко вам набросал. Я забыл сказать, а нет, да нет, я это написал, просто надо поглядывать в свою записную, что я уж правда, хотя бы что я написал. Ведь, это я вам еще забыл, надо было не отсюда начать, да, надо было сначала посмотреть. Ведь прежде всего мы видим его любовь опять к любящим. Несмотря на то, что он сказал, кто матерь моя и братья мои, а там стояли ученики его, да, он сказал, что те, кто исполнит волю, это не значит, что он не любил свою маму земную, да, или учеников своих. Он, вися на кресте, перед ним стоит Иоанн и Дева Мария, и любимый ученик Иоанн, и он заботится о них. Этот человек, Бога-человек, висит на кресте, испытывает нереальное чувство боли, агонии, страданий. О чем он думает? О себе? Пф, нет. Об этом опять же говорит только евангелист Иоанн. Оказывается, он говорит, мама моя, вот твой сын. Ученик, сын мой, вот твоя мать. Поверяя их друг другу, да, чтобы они друг о друге заботились. Да кому на кресте, да кого дело есть. Его избили перед этим жестоко. Издевались, заставили нести этот крест, который он, оказывается, нести-то уже не мог после уже первого осуждения. Это, наверное, не знаю, единственный в истории случай, где человека дважды судили за одно и то же преступление. Его после бичевания не имели права отдать на распятие. Это было, и так было наказание, это и так была казнь за преступление. Эти бичевания заканчивались 50% летальными исходами. Кто изучал этот вопрос, потому что человеческую плоть просто раздирали. Многие умирали от инфарктов, от инсультов, от болевого шока, от повреждения внутренних органов, от заражения крови и так далее, от истекания, от потери крови, если нет, то от заражения крови. Это и так была казнь за преступление. Пилат его после казни еще отдает на растерзание этим зверям на распятие. «О ком он думает? О себе? Нет». Да, он в конце высопил. «Отче, почему ты меня оставил, показав нам путь богооставленности?» И в этой богооставленности он думает не о себе. В этой богооставленности он проходит совершенный путь любви ко всем. Кто нам об этом сказал? Марк? Нет. Матфей? Самое большое Евангелие? Есть там это? Нет. Что мне еще прибавить вам или убавить? Закончить свой ролик я хочу такими мыслями. Все ли мы знаем об Иисусе? Все ли до нас дошло в Евангелии? Много ли искажено в Евангелии? Мы не знаем. Переписыванием. Так. Его же переписывали. Кто его писал? Может, это какой-нибудь пьяный монах писал. Переводами. Так. Любой перевод – это, кто знает, оттолкование. Перетолкованием. Потому что я говорю, перевод – это толкование. Умышленным искажением. Так. Разве царь Константин мог принять такое Евангелие? Пацифизм. Отказ от убийства животных. Людей. Отказ от царства земного. Так. От власти. Так. Разве царь Константин или его внук мог принять такое Евангелие? Такое христианство? Нет. Так. Убиранием всего неудобного, как я пишу, и прибавлением всего угодного им. Так. Мой ответ я пишу. Ну, я себе пометочку сделал. Мой ответ, конечно, нет. Все ли мы знаем об Иисусе теперь? Это я так набросал еще. Конечно, нет. Не все. И это было почти заканчивание. Теперь я уже заканчиваю. Не знаю, сколько там. Час уже полтора. Ну, кто любит мои ролики, то для того это привычное время. Задумайтесь. Вот после такого, после того, как вы выключите этот ролик, кому-то неугодный, кому-то может быть назидательный. Вот подумайте над всем, что я сказал. Сами поразмышляйте. Поразмышляйте над тем, Бог явился во плоти. Пусть даже мы понимаем, где-то три с половиной года он проповедовал. Слушайте, Евангелие. Вот даже если все сложить, четыре, кто знает, это не раз в истории делалось. Последняя попытка была сделана неким православным святым феофаном-затворником. Кто знает, о ком я говорю. Назывался его книжка «Евангельская история о Боге-Сыне воплотившемся». И он собрал все эти события, как одно Евангелие получилось. Я уж честно не помню, за сколько я его прочитывал. Я его читал несколько раз, изучал тоже глубоко достаточно. Ну, пусть даже ты все соберешь, потому что Матфея читает, ну, они в порядке снизу доверху читаются. Марка два часа, Матфея сам большой три. Ну, соответственно, Иоанна два двадцати, а Луки два сорок. Если хотите, вот так вот разнообразно. Ну, пусть даже из четырех мы все разные события соберем, чтобы каждый день перечитывать. Я так делал, да. Ну, пусть там, да пусть не два, не три, вернее, не четыре даже, не час накинем к Матфею, а два даже накинем. Пусть это будет пять часов. Слушайте, три с половиной года человек, ну, Бог явишься на землю, Иисус Христос, тем я его исповедую, да, занимается благовестием. Мы видим, он уже не работает рабочим, плотником, как угодно, там, хотите, строителем. Там перевели это слово как плотник, на самом деле, кем был Иисус, непонятно. Там можно перевести как рабочий, все это прекрасно знают, это слово. Вот. Неужели можно всю жизнь его, вот эти три с половиной года, вместить в пять часов рассказов? Ну, соответственно, если он вчера весь день что-то делал и что-то говорил, это уже, ты сутки будешь ровно, если ты будешь все описывать, ну, понятно, можно выбросить какое-то время, они и ели, и пили, и куда-то шли, может быть, молча, как мы всегда это в жизни. Слушайте, ну, даже неделю, если скрупулезно описывать, действительно, все, что он говорил, какие-то беседы, ведь он постоянно говорил с учениками, вот как мы с вами. Ну, сколько ты выкинешь на молчание просто шли, на сон, на уединение его, да? Ну, все равно, слушайте, это же три с половиной года, вдумайтесь в это, о чем я сейчас вам говорю, это очень важно. Три с половиной года полноценного такого служения. Все оставили, ученики, мы видим, больше не рыбачат, никто там чем занимался, он всех от своего дела забрал. Все, они ходили полностью полагаясь на него, так скажем, хотя у них не особо это получалось, да? Он их и кормил, и поил, им служили, мы видим, им помогали. Все, чем они занимались, это проповедью Евангелия. Он их учил, потом учил учить, да, давал им власть, сам ходил, он уже не работал, не занимался этими делами мирскими, как говорят, да, полностью посвятил себя служению. Возьмите неделю, свой, любой день, опишите, представьте, вот я даже могу вам живым примером засвидетельствовать, сколько в день мне все равно, и то это я маленький-маленький блогер, вот такой вот, меня смотрит, ну, 10-100 человек у меня, аудитория, так скажем, постоянная, да, можно сказать. Слушайте, и то, сколько мне пишут, задают вопросы, я отвечаю, пишу. Это же если все собрать, сколько я кому в индивидуальном общаюсь, я же говорил какие-то мысли. Я говорю, я маленький, я уже говорю, и то я вам свидетельствую, что это невероятное количество времени. Я говорю, у меня сообщение в день, аудио сообщение вконтакте, в одноклассниках, в скайпе, кто мне где, ну, говорю, у нас вот так раздули все, ватсапы, телеграммы, то там напишут, то там, я говорю, доброе дело надо сделать, кому-то что-то перевел, написал, поговорил. До недели, даже если вот так выкину, все, я что же, вот, пожалуйста, я кушаю, я еще что-то делаю, да, сходил, погулял, поспал, поел. Это все можно убрать, с кем-то о мирском пообщался, с папой там, да, какие-то дела есть в жизни. Ну, даже собрать мою деятельность, вот, сколько я готовил, сколько я общался, сколько я записывал, да это только не влезет. Это, что такое эти пять часов? Из трех лет, слушайте, переведите это в часы, я говорю, даже выкиньте все это. Представьте, сколько это? Сколько Иисус чего говорил? Поймите, наконец, что Иисус не такой, и раскрыт он нам не в полноте. Нам дан просто, я сам всем свидетельствую, почему от Евангелия, я не знаю, реально ли вообще для меня отречься, я не буду зарекаться. Есть живые примеры, даже в интернете, вы знаете, как люди отваливаются от христианства. Ну, честно, я себе не представляю, отваливаешься от христианства, потому что для меня он пример истинной любви. И то, что мне что-то не показали, что-то извратили, да. Для меня это, я понял, что я свободен увидеть эту истину и видеть ее другим проповедовать. Я вам уже накидывал эти вопросы, да, почему Иисус нам не показан любящим животных? Неужели он, я любвеобильнее и миллионы, миллиарды людей, которые борются, как говорят, за права животных, заботятся о них, пытаются что-то делать для них. Я говорю, то же самое веганство проповедуют не просто ради здоровья, а именно из любви к животным, с этими скотобойнями, так скажем, борются, проповедуют. Слушайте, Иисус за три с половиной года ни разу не веселился. Мы видим эту свадьбу, с чего началось его, казалось бы, служение. Вы думаете, он не купался в реке Иордан? А как он купался? Он из такой же крови и плоти, как мы, а точнее мы, его образ и подобие, Бога. Но мы-то моемся, купаемся, получаем от этого удовольствие. Вы думаете, они не плавали в реке Иордан? Вы думаете, он ходил как, простите, я скажу, вонючая свинья, да? Да и то мы все время животных как плохих употребляем. Что вы думаете, Иисус был таким грязным, вонючим и противным? Я уверен, что нет. Да, он был простым человеком, действительно, показал нам образ нестяжания вот этого всего, да? Отвержение мира. Ну что, что он нормально выглядел, да? Мы видим, как он позволял за собой ухаживать, уж тем более Иисус наверняка за собой ухаживал. Я не говорю, что он был, знаете, есть такое слово, кто знает, кто не знает, забейте в интернете. Метросексуал. Это что к мужчине, что к женщине относится, неважно. Это те люди, которые просто там за своей внешностью, там все у них там с изюминки. Причем особенно, ну, в плохом контексте говорят о мужиках, потому что мужик должен быть чуть лучше обезьяны, да? И мужик, у которого там все с изюминки, вот, их называют метросексуалами. Они, кстати, не гомосексуалисты никто, это типа натуралы, но такие. Ну, понятно, у геев это все очень сильно развито. Вот, но есть такие натуралы, да? Вот. Конечно, Иисус не был метросексуалом, я уверен, да? Ну, уж он и не был грязнули, да? Не был, я говорю, каким-то неряхой и так далее. Мой додыром, да? Как у нас это? Это уже безусловно. Что Иисус не получал удовольствия, как Бог пусть даже, да, которым я его вижу и проповедую, знаю, что он не получал удовольствия, когда он вот именно шел, когда он ел, когда он гулял, когда он даже вот, как и мы, выходим просто на солнышко летом. Я вот обожаю лето, обожаю солнце, лес. Что, я не испытываю удовольствия? Что они шли по этим колоссистым полям? Что они, не купались в Иордане, мимо него каждый раз ходя? Конечно, купались. И как это было? Снобически такой, нельзя мыться, ты что? Я такой монах, не моюсь, не бреюсь. Да нет, конечно. Возможно, и веселились, и брызгались. Ну, понятно, в 30 лет ты, я на себя говорю, посмотрите на себя, мне под 40 уже. Ну, понятно, там я не супер, мы что там, это мы в 16 лет там в салки эти играли, в подводный. Сейчас кто это будет делать? Ну, покупаю себя с большим удовольствием, да. Нам пока, Иисус нам показан, таким, каким его хотели видеть авторы, каким они увидели, что они считали самым важным до нас донести. Нам абсолютно почти, мы вот эти мелочи какие-то пытаемся увидеть, его вот эту вот человечную сторону, его эту природу. Я уже много раз говорил о том, что в Евангелии мы никогда в жизни, это же буквы на бумажке, мы не можем с вами ни голоса мы не слышать. Я уж молчу видеть. Вот сейчас, да, какая радость, что мы можем слышать друг друга удаленно, да, аудио сообщения, видеть друг друга. Это вообще другой вариант, почему я вот люблю и стараюсь в видеопроповеди. Я не люблю даже закадровые писать, иногда, вы видели, редко я там пишу. Но в основном, все равно, вот мой формат, я понимаю, что когда вот я эмоции, он даже брови поднял, это уже моя эмоция, она же соответствовала тому, что я говорю, руки, вот жестикуляция. Ты никуда от этого не уденешься. Насколько вы лучше меня знаете, понимаете, видите. Конечно, я вам всегда говорил, что я белой завистью завидую первым ученикам, вообще современникам Иисуса, видеть, я говорю, его слышать, его осизать, его понять все это. Конечно, они были, как говорят, более совершенные. Не потому, что они там духа, он там явно на них с неба зашел слушать. Они реально, говорю, слышали Иисуса. И они не как мы с вами два часа Евангелия почитали. Ну, пусть, я говорю, пять часов соберем всю совокупность этих четырех Евангелий, что нам донесено. Они три с половиной года бок о бок с ним ходили. Сколько он им все уговорил еще дополнительно, сколько они слышали, они видели его, эмоции, поступки. Конечно, им легче было, как нам сказать, ты согрешаешь, ты вот слишком резок был. Слушайте, мы всех поступков не знаем, его примеров жизни, как он ответил этому, как тому, как этому родственнику, как он это отвернулся или замолчал, какая была его позиция. Я вам сегодня не буду никакого Иисуса рисовать. Вы должны сами его себе нарисовать. В каком варианте? Во свете, любви, свободы и бессмертия. В абсолютной святости. Хотя, я говорю, не надо забывать, что это любовь. Это не знаю, что это такой смиренный монах. Он никому... Посмотрите даже на ту Евангелие, что дошло. Он далеко таких не был. Конечно же, на основании вот этих четырех Евангелий. Хотите каких-то апокрифов, если они действительно... Не потому, что надо каждую букву опять принимать, как и в Евангелии, не надо. Но если вам лежит это на сердце, что-то почитали, вот вам открылось, да? Да, сложите это в копилочку сердца своего. Другим проповедуйте. Вот так вот. Я хотел вот это, чтобы я много об этом говорил. Но как-то вот такой ролик более концентрационный тоже. Я говорю, это далеко не все, вы знаете. Можно было тогда каждый уже. Я говорю, два часа, наверное, ролик получится. Я отсюда не вижу сколько там. 54 или 34. Помню, 54. Час 54. Вот. То есть, представьтесь, мы все это разбирали. И вы задумайтесь, наверное. Желательно не на секунду, конечно. Чтобы было, если вы это не знали. А получается, сколько мы действительны. Я почему так говорю, если бы не знали это. Ты говоришь, ну я же знаю. Ну, слава Богу, знаем. Да нет. Это не слава Богу. В том плане, что сколько мы знаем. Это лишний раз. Тебя это и радует. И тут же тебя огорчает. Так сколько тогда мы не знаем. Что мы не знаем реального Иисуса по плоти. Не знаем. Мой ролик тоже не случайный. По цепочке предыдущих роликов. О чем я вам говорил, что истина, она в оконцовке вот здесь. Да, что-то до нас дошло. Остальное мы вынуждены просто открыть свое сердце, как Иисус и давал ступеньки заповеди блажен. Блажены, алчущие и жаждущие правды, ибо насытятся. И тогда эти чистые сердца, потому что ты будешь узнавать правду, по ней поступать. Природа твоя внутренняя очищается. И ты становишься как Бог. Бог в тебе, и ты в нем. Ты зришь Бога. Ибо чистый сердце узрит Бога, потому что они и есть Боги. И он в вас, и вы в нем. Поэтому тут, тут вот так вот. Ну, я уже начинаю просто на месте топтаться. Я говорю, я так сказал, ну, много сказал. В принципе, что хотел, я высказал. Конечно, мне потом я ролик выключаю, у меня еще мысли. Вспоминаю, что-то это не досказал. Но общую мысль я постарался донести. Это очень важно, я говорю. И к Писанию. Это первое, что хочу еще раз тогда завершить, уже двумя конкретными моментами. Первое. Что, во-первых, евангельский Иисус, это не стопроцентно реальный Иисус. Это надо понять. Я уж не молчу. Я говорю, нет, я не молчу, а говорю о том, что нам дошло с изгожениями, с извращениями. Неизвестно, как его все равно переписали. Мы лишь доверяем этим бумажкам. Эти бумажки написаны с каких-то греческих. Мы доверяем, что эти греческие второго века, а не десятого. Какому-то молекулярному анализу, которого никто никогда не щупал, ничего в этой науке не понимает. Я верю каким-то людям, которых даже не слышал, о которых просто где-то что-то читал или вот так же от какого-то проповедничка услышал. Вот вам и вся истина. Ничего себе истина. Где-то что-то слышал, где что-то как-то где-то лежало. Но вы знаете, я бы давно отрекся от этого. Вот, кажется, с моим убеждением. Если бы я сам эту истину, в принципе, и не познал бы. Конечно, Бог мне явно открылся и говорил, ну, сколько тонкостей мне открылось через Евангелие. Поэтому, конечно, от него нет смысла. Но и на нем высшая ступень. Это познание. Не говорить друг другу, познайте Бога. А уже когда человек сам все это познал, понял, и все это до истины дошлифовывает. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Странно, что... Я вся задумался. Слушай, ну почему... Ну что такое два часа Евангелия? Почему вы не сидели и не строчили всю жизнь его вспоминая? Вот то-то, то-то, то-то. Ну, вот так задумка Божья. Чтобы нам такая каемочка... Конечно, в Евангелии достаточно много открыто о любви к ближним. К любящим, к врагам. Да. Но этого всегда мало. Сколько бы ни было. Бог бесконечен в обе стороны. Это надо понимать. Все. На этом у меня все. Я буду безмерно счастлив и рад. Если кому-то этот ролик принесет отраду и назидание, что-то вы для себя тоже возьмете. Зайдете на какую-то очередную ступень познания. По этим познаниям начнете жить и достигнете совершенства. У меня на этом все. Всех по-братски обнял, поцеловал. Всем желаю всего самого наилучшего в вашей жизни. Чтоб все у вас было хорошо. Все. Прощаюсь с вами. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok